Три главных качества настоящего спортсмена. Я думаю, прежде всего, концентрация, профессионализм и целеустремленность. С чем ты борешься каждый день? С невысыпанием. Твоя идея о спортивном успехе? Думаю, всегда идти вперед и не оглядываться. Твой лучший друг в трех словах? Верный, преданный, надежный. Твои партнеры по команде в трех словах? Сильные, мощные, безбашенные. Олимпиада для тебя это? Я думаю, это для меня высшая цель. Попадание на Олимпиаду – это спортивная цель или человеческая мечта? Мне кажется, это и то, и другое. Мне кажется, каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, потому что ради чего ты тренируешься, ради чего все твои травмы. Как я сказала, Олимпиада для меня – это высшая цель, к чему я стремлюсь. Да, и мне кажется, и человеческая мечта – это ты создаешь себе историю, попадая на Олимпиаду. Скажи мне, ты суеверный человек? О чем чаще всего любишь промолчать, дабы сбылось? Ну, вообще, я нет, не суеверный человек. И я просто не люблю делиться своими целями, мыслями. И там, держусь у себя. Не тяжело так? Ну, порой тяжело. Но если у меня спросят близкий человек, естественно, я могу поделиться. В самом начале карьеры в регби какую самую высокую цель ты для себя ставила? Ну, изначально, наверное, просто запомнить правила. Ну, а так, когда я начала заниматься уже серьезно, то, естественно, мне хотелось своим клубом стать лучшей командой в Москве. Далее уже попасть в сборную Москвы. Потом в сборную России, молодежные, естественно. И с малого по малому, большему. А сейчас какая у тебя цель? Ну, сейчас закрепиться в сборной России, стать стабильным игроком в сборной. Чем именно Олимпиада отличается от любого другого турнира по регби? Ну, мы все соревнования разделяем на уровни. И Олимпиада – это самый сложный уровень, к которому нужно отобраться. Ты не можешь просто так попасть на Олимпиаду. Нужно приложить все усилия, чтобы попасть туда. А вот какие у тебя были ощущения, когда тебе сказали, Вик, тебя вызывают в сборную? Блин, ну и у меня переполняли эмоции, потому что это как раз-таки была моя следующая мечта. Попасть в сборную, попасть в сборную, взрослую, молодежную. И, естественно, когда я услышала, у меня прям сердечко застучало сразу. А как это произошло? Где ты была? Кто тебе позвонил? Как тебе об этом сказали? Изначально мне сказали мои девочки из клуба, типа, Вику, давай готовься, тебя будут вызывать. Я говорю, вы откуда знаете? Он говорит, ну, знает. И вот, и я уже думаю, блин, блин, а это точно? Пока там на бумажке не будет написано, вот, Виктория М. вызвана на тренировочный сбор. Я, естественно, как бы и поверила, и не поверила. Ну, и когда уже официально вызвали, написали в клуб, тогда я уже все думаю, блин, мамочка, поздравь. Ты кому первым позвонила? Кому сказала? Ну, я сказала маме. И что мама тебе ответила? Ну, мама за меня была очень рада, хотя она особо, наверное, уже понимает, где я нахожусь. А когда я изначально сказала, мамуль, вот, я попала в сборную, она говорит, ну, ты же и так сборной. Ну, а я-то была сборная молодежная. Я говорю, нет, мама, я попала в сборную взрослую. Вот, она говорит, да? Говорит, поздравляю. Ну, она потому что не до конца поняла. Ну, а сейчас она как бы понимает, что это все уже, дальше некуда. Ну, есть, конечно, куда там, ну. Ну, вот каково это быть в сборной России для тебя? Это очень круто. Ты чувствуешь ответственность перед страной, чувствуешь серьезность. А вот то, что ты член сборной России по регби, ты представляешь свою страну, это как-то тебя от чего-то останавливало? Что-нибудь может быть, какой-то поступок делать, думаешь, нет, это я не могу, я подведу команду, подведу свою страну? Ну, я не сталкиваюсь с этим, не знаю. Вик, ты испытываешь страх перед неудачами? Естественно, испытываю. Я думаю, каждый человек испытывает. Может, не признается себе в этом, но я испытываю. А как он у тебя проявляется? Да, разными способами. Ну, у меня появляется манраж, я начинаю загоняться очень сильно. А что тебя спасает, выводит из этого состояния? Ну, скорее всего, поддержка близких мне людей. И порой сокомандники. Я порой наблюдаю за игроками, которые травмированы. И они не останавливаются, тренируются вместе с нами. Допустим, та же Елена Зрокова, Даша Шестакова. Вот Даша восстановилась за два месяца, у нее была операция. И как бы это как раз-таки перед отборочными, перед Европой. Человек захотел восстановиться быстро, и он это сделал. Ему это важно. Он хочет помочь команде. И мне кажется, это очень здорово, когда ты относишься очень серьезно к своему делу. И также вот Елена, как бы очень много времени уделяет своей реабилитации, восстановлению. И ты наблюдаешь, и пытаешься как-то учиться этому. И сама себе проговариваешь о том, что вот, как бы, все, что тебя пугает, или, не знаю... В общем, тебя это мотивирует. Ну да, меня это, ну, правда, очень сильно мотивирует. И порой, ну, забываюсь, и как-то двигаюсь вперед, забывая о своих страхах. Что придает тебе уверенность? Порой, и правда, я уже, наверное, повторюсь, но слова поддержки или... Даже когда меня хвалят, все, у меня появляется какая-то уверенность в себе. Я внедряю себе то, что у меня все хорошо, значит, у меня получается, расхвалят. И все, я становлюсь более уверенной. Что вот чаще всего ты хочешь услышать от тренера? Наверное, что он замечает, что я как-то улучшилась в своих физических данных. Не знаю. Что помогает тебе подняться, когда выбиваешься из сил? И почему? Рука помощи близких, опять же. Только, я считаю, только близкие в таком случае могут тебя как-то подержать и помочь как раз-таки подняться с колен и идти дальше, потому что одной справиться как-то тяжело. Как обычно ты реагируешь на слова о том, что регби – это не для женщин? Я к этому уже привыкла. Меня даже это уже не смущает как-то. Я не обращаю внимания. То есть у каждого свое мнение. Сколько людей, столько и мнений. А почему регби – это для женщин? Для женщин? Ну, я не согласна, что это для женщин. Я считаю, и для женщин, и для мужчин. Но вот именно для женщин почему? Почему ты бы посоветовала женщинам заниматься регби или девочкам приходить в регби? Потому что это как-то тебя укрепляет как человека. Ты становишься более сильным морально и не знаю. Чем регбистка или спортсменка может отличаться от других женщин? Абсолютно ничем. Вот ты готова пойти на лишние синяки на лице, ссадины на теле и ушибы ради результата? Ну, тут очевидно, конечно, я недавно нос сломала. Что выберешь? Комплименты за игру или комплименты твоей личности? Два в одном. Какой твой самый любимый комплимент? Наверное, когда мне говорят, что я веселая в игре. А в регби? Викусь такая быстрая. Просто я хочу быть быстрой. Как лично ты трактуешь понятие «любовь»? Ну, я думаю, любовь – это то, к чему стремится твоя душа. Ты оставила бы ради мужчины спорт? Нет. Твоя первая любовь – самое яркое воспоминание? Ну, наверное, первый поцелуй. Чего не сможешь простить мужчине? Предательство, ложь, обман. Проще с мужчинами из спорта или другой сферы? Ну, я не вижу разницы. Чего ты боишься? Потерять близких. Твое самое большое женское желание? Быть счастливой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok